Добрый день, это программа Восток-Запад. Я Марфа Смирнова. И я Мурис Гатман. Добрый вечер. Добрый день. Гутен так. Мир Май Ред Сквер Фестиваль. По-русски фестиваль Красная площадь, и он уже второй раз проходит в Берлине, и традиционно мы ведем отсюда нашу программу. Что такое Ред Сквер Фестиваль? Это, можно сказать, самый большой или самый интересный фестиваль о русском мире, в хорошем смысле этого слова. В общем, программа Восток-Запад из русского сердца Берлина. А да, пойдем, Мурис, покажем нашим телезрителям, как вообще идет подготовка к фестивалю, потому что начинается он сегодня вечером, но будут продолжаться все выходные. Пошли. Ну вот тут уже первый стенд. Есть. Есть, да. Первый стенд есть. Мне девушки сказали, что тут шьют одежду из бывших пододеяльников. Кстати, это, знаешь, очень вообще такая русская тема. Да? Почему? Ну, в советское время, ты поняла. То есть, скорее, советская тема. Ну, она нам до сих пор близка. Еще я, кстати, нашла тут футболку для тебя. Они как будто бы все смотрят программу Восток-Запад. Мурец. Гутен Абель. И даже в наших фирменных цветах. Кстати. Ладно, потом зайдем купим. На фестивале Red Square также покажут интересные спектакли. В том числе спектакль о российских, немецких биографиях, которые написали три актера. Так сказать, у них самые разные биографии. Спектакль называется... Марша? Со мною вот что происходит. Ну, без слов ко мне мой старый друг приходит. Это что-то типа театр-дог, только про российских немцев. И один из актеров это Вальтер Гаукс. Мы его скорее знаем как политика, потому что Вальтер председатель молодежной организации землячества российских немцев в Германии. Как так получилось, что вы вдруг стали актером в спектакле? Ну, знаете, дело в том, что культура... Я, наверное, больше занимаюсь социально-политическими вопросами. Не чисто политическими. Больше она связана всегда с работой с людьми, социальными вопросами, организациями социальными. И там, где люди объединяются, всегда они объединяются тоже и вокруг культуры. Поэтому для меня, когда мне ребята предложили сыграть в таком спектакле, это было почти уже три года назад. Ребята, это Мерли Хилб, которая писательница, и... И Хелена Гольд. Хелена Гольд, которая поет. Да, которая поет. В общем, Хелена Гольд является нашим представителем в области культуры. Было мероприятие в фонде бундесцентрале für politische Bildung, и там спросили рассказать про историю российских немцев, но сделать это интерактивно. И мы подумали, как же мы можем это сделать. И так родилась, в принципе, спонтанно такая идея сделать такой биографический спектакль. А гастроли уже у вас были? Действительно, были уже и гастроли. Мы были... На малую родину. На малую родину, да. Вообще, меня лично этот спектакль привез в первый раз на историческую родину моих предков, на Волгу. Я там никогда не был. Я вообще сам из Казахстана. А вы ездили прямо по местам поселения бывших российских немцев? Да, да, да. По Волжье, Казахстан. По Волжье, Саратов, Ульяновск. В Казани были тоже до туда, как говорится, доехали. Вообще, было интересно узнать, что в Казани первую немецкую церковь открывала Екатерина Великая. Это там в свое время по Волге, там она плыла наверх и так далее. Действительно, были уже и гастроли, и мы показывали этот спектакль, и видели его и взрослые, и молодые. Он всем очень приятен. Вот как раз я хотел об этом спросить, потому что спектакль про идентичность, про вот эту многослойную идентичность российских немцев, которые на самом деле потом оказались в Казахстане. Как воспринимали этот спектакль в России, на Волге? Знаете, для нас тоже это было интересно узнать, как будет молодежь там на это реагировать. Мы сотрудничали с университетом там в Казани, вот, например, много ребят пришло, был полный зал, и для них это тоже было очень интересно. Дело в том, что мы рассказываем частицу своей истории. Мы через свою биографическую историю рассказываем историю в том числе российских немцев. И мы берем, в принципе, три поколения, можно сказать. Мерли – это одно поколение, Лена – это другое поколение. Им сколько лет всем, потому что зрители не в курсе, поэтому я имею в виду. Что вы имеете в виду под тремя поколениями? Ну, Мерли старше сорока. Сколько там, спросите у нее сами. Лена была, когда приехала в Германию, ей было всего два годика. То есть, получается, она уже больше социализировалась здесь, в Германии. Она уже немка настоящая. Практически, да, но все равно она обращается к своим корням, к своей истории. Также вот через вот эти песни, через культуру, через творчество и через этот спектакль. А я был, мне было 15 лет, можно сказать, я полжизни прожил там, в Казахстане, полжизни здесь. Ну, здесь уже чуть-чуть побольше. В этом спектакле много поют, и вы поете. Давайте посмотрим небольшой кусок. Я заметил, что в этом спектакле музыка играет очень важную роль. Именно русскоязычная музыка, русская музыка для вас, она так же важна, как часть вашей идентичности? Ну, знаете, что такое идентичность? Это же не процесс, который останавливается. Это процесс, который постоянно течет, обогащается и так далее. И то, что ты взял с собой, он обязательно дополняет то, что ты берешь уже там, где ты, например, приехал на свою новую историческую родину или на свою историческую родину. Так вот, как у нас, у российских немцев, так оно и происходит. Поэтому, конечно, чтобы обратить внимание на эту часть нашей идентичности, на эту культуру, которую мы привезли из бывшего Советского Союза, конечно, мы обращаемся к песням, потому что песни, они трогают душу каждого. И там такие песни, которые всем известны. И поэтому, конечно, они насыщают этот спектакль таким колоритом песенным. Когда вы поете под душем, вы поете скорее русские песни? Ну, я пою и те, и те, если честно. Да, дело в том, что у нас, например, я руковожу тоже организацией здесь в Берлине, где у нас и хор, и вокальная группа и так далее. Постоянно я слышу и русские, и немецкие песни, и украинские в том числе, и белорусские. Поэтому, что придет в голову? Вот вы сказали, что чтобы привлечь еще больше внимания к истории российских немцев, к вашей идентичности, вам кажется, вообще в Германии мало уделяют внимания этому вопросу? Я считаю, что не только в Германии уделяют мало этому вопросу, этому вопросу уделяют мало и в России в том числе. Почему? Потому что я считаю, что пока еще история российских немцев, как часть истории немецкого народа и русского, ну, то есть российского, вот это пространство, она еще не нашла свой полный вход, будем говорить, вот в историческое познание прошлого, скажем так, да? Поэтому до сих пор это все еще на базе таких организаций некоммерческих, вот как землячество российских немцев, или много организаций и здесь, и за рубежом, возрождение в Казахстане и так далее. Но мне, например, хотелось бы, чтобы это преподавалось и в школах, например. Вот тогда я бы сказал, наверное, что это уже действительно пришло в исторический контекст. Желаем успехов и в творческой деятельности, и в политической деятельности. И хорошего вам выступления на этом фестивале. Да, ждем вас всех, приглашаем. В следующий раз в Германии когда будет спектакль, кроме этого? Да, мы сейчас планируем, есть разные запросы, и мы вас, когда все это будет известно, обязательно сообщим. Большое спасибо. Спасибо, Вальдар. Спасибо вам. Леди первые. Ну вот типичное берлинское место. Хотя, надо сказать, таких мест в 90-е годы было очень много, сейчас их уже не так много. А сегодня на фестивале Red Square, Красная площадь, покажут фильм документальный об Олеге Сенцове. Его уже показывали на Берлинале в 17-м году, но поскольку годовщина, наверное, это сейчас очень важная тема. И мы общаемся с его режиссером Аскольдом Куровым. Аскольд, добрый вечер. Добрый вечер. Получается, что тема Сенцова даже на фестивале – это такая центральная украинская тема. И у меня возникло тоже впечатление, когда я недавно общалась с разными правозащитниками украинскими, что они несколько потеряли надежду, да, несмотря на то, что сейчас новая власть в Украине, новый президент. Но каких-то надежд все-таки на скорое освобождение Сенцова нет. Вы – человек, который близки к тому, что происходит. Вот у вас какие ощущения? Ну, к сожалению, мы видим на практике, что ни протесты многочисленные со стороны кинематографистов, эти многотысячные подписанные петиции в адрес личного Владимира Путина, ни голодовка Олега Сенцова в прошлом году во время чемпионата мира по футболу, которое происходило в России, ни вот эти акции по всему миру в поддержку не приносят никаких результатов. И поэтому очень сложно здесь что-то прогнозировать и говорить о том, когда можно ожидать хоть каких-то сдвигов в этой ситуации, потому что действительно все зависит только от одного человека в мире. Поэтому что он думает об этом, неизвестно. Вы закончили свой документальный фильм в 17-м году, но дело же продолжается, он все еще в тюрьме. Вы продолжаете снимать фильм? Я не могу пока говорить об этом, да, но я продолжаю следить за этим делом, я продолжаю общаться с адвокатами Олега, с его коллегами. И в течение прошлого года я несколько раз встречался с самим Олегом в тюрьме, и вот в последний раз я его видел в марте этого года, тоже в колонии в Лабутнанге, где он сейчас находится. И как его состояние, самочувствие, настроение? Ну, нужно сказать, что впервые я его увидел во время голодовки, это был 28-й день, и тогда, конечно, было просто страшно за его состояние, он был очень худой и бледный, и самое главное, по полной решимости идти до конца в этой голодовке. Но сейчас он восстановился, вернулся к прежнему весу, и у него нет никаких жалоб на самочувствие, слава богу. И он продолжает работать, но очень много пишет. Он уже закончил несколько новых сценариев для своих фильмов, он написал еще одну книгу рассказов, которая, насколько я знаю, готовится к публикации. Так что он полностью поглощен этим, и общением с друзьями, и с семьей. А настроение у него какое? Настроение у него энергичное. И удивительно, что он еще находит в себе силы подбадривать тех людей, которые пытаются ему в письмах сочувствовать и сопереживать. И он, как-то, находясь там в тюрьме, буквально в нескольких словах умеет как-то вселить какую-то надежду. Аскольд, а вы последние годы очень много занимались именно этим делом, делом Сенцова, но вы до этого снимали документальные фильмы. Кроме Сенцова, вы сейчас над чем работаете? Я закончил, и буквально недавно, тоже в марте, прошла премьера фильма, который называется «Новая». Это фильм, посвященный «Новой газете», одной из последних независимых изданий в России. И вот жизнь редакции, работе журналистов, посвящен этот фильм. Я снимал полтора года, находясь в редакции. Для меня эти люди, они настоящие герои, потому что они буквально видят то, чем они занимаются, не работой, а какой-то миссией. И есть печальная такая страница в их истории, что шесть человек, начиная с 2000 года, убиты. Это журналисты, адвокаты. Самое известное убийство – это убийство Анны Политковской, о которой знает весь мир. А этот фильм можно будет увидеть в Германии, на фестивале или где-то еще? Я только начал фестивально, так сказать, историю этого фильма. Пока еще у меня нет никаких предложений со стороны германских фестивалей, но я думаю, что да, я очень надеюсь. То, что касается ваших слов, знает весь мир. И возвращаясь к Сенцову, вы показываете сейчас здесь на фестивале, ну, мне кажется, здесь все равно присутствуют в основном русские, украинцы, белорусы и не так много немцев. Вы показывали этот фильм и в других странах на Западе. Как вам кажется, не угас ли интерес Запада к этой теме? Важно ли ее снова поднимать? Достаточно ли Запад всего делает? Потому что, опять же, я общалась с родственниками политзаключенных, и они возлагают свои последние надежды именно, кстати, на всякие европейские суды, органы. Ну, к сожалению, от европейского суда можно ждать только решения о присуждении какой-то денежной компенсации. Европейский суд не может отменить решение российского суда, не может освободить политзаключенных. Интерес, внимание к этой проблеме, конечно, постоянно угасает, но потому что так это устроено, общественное внимание. Каждый день появляется новая повестка, новые события. К сожалению, новой трагедии. И, конечно, об этом забывается быстро. И поэтому приходится, нужно постоянно напоминать, так или иначе, вот европейский парламент в прошлом году присудил очень высокую награду Олегу Сенцову. Это Сахаровская премия. И это был еще один шаг и для привлечения внимания, для признания статуса Олега Сенцова как политзаключенного. И еще один шанс на какое-то продолжение переговорного процесса и освобождение. Но, к сожалению, опять не дало никаких результатов. Но я уверен в том, что даже несмотря на то, что мы не видим каких-то явных результатов, нельзя ни Олега, ни других политзаключенных, ни украинских, ни российских, оставлять в беде. Нужно продолжать об этом говорить, нужно продолжать требовать, нужно продолжать искать какие-то новые способы привлечения внимания. И я уверен, что рано или поздно это даст свои результаты. Мы имеем опыт, не знаю, советского прошлого, когда благодаря таким усилиям международной общественности был освобожден и Сергей Параджанов, и Солженицын, и так далее. — Последний вопрос. Для всех, кому не удастся попасть на этот фильм, на этом фестивале, я лично его посмотрел в прошлом году и был сильно впечатлен, потому что это очень личный фильм. На просторах интернета этот фильм есть в открытом доступе? — Он есть в открытом доступе, но только на территории России и Украины пока. Потому что там, в России, например, у нас нет возможности фестивальных показов, а здесь пока еще есть возможности показывать на фестивале, встречаться с публикой, показывать на телевидении. — Спасибо, Аскольд. — Да. — Спасибо. — Удачи вам сегодня вечером. — Спасибо. — Русский мир — это не только культура, это еще и политика. И получилось так, что теперь уже бывшие российские политики создают партии в Германии. Как так? — В общем, это русский след в выборах Европарламента. Но я не про фейк-ньюс и вмешательство в выборы, а про то, что Дмитрий Кузьмин, на самом деле, политик уже с опытом, только с опытом в российской политике. — Он был мером города Ставрополь. — Да, несколько лет. — В нулевые годы, надо сказать. — Да, в нулевые годы. Потом против него возбудили там уголовное дело, и он из России уехал и получил во Франции политическое убежище. Но надо еще сказать, что на него был выписан ордер на его арест по линии Интерпола, и он с этим Интерполом даже судился, и это, на самом деле, редкий случай, он выиграл этот суд, и, в общем, этот ордер на его арест аннулировали. — Но все равно возвращаться в Россию он не может. — И тем более у него есть нынче другие задачи стоят перед ним. — Да, зато он перебрался из Франции в Германию несколько лет назад, и теперь основал партию, она называется «Любовь». — Любовь. — И он обращается именно в основном к русскоговорящим жителям Евросоюза. И нам удалось, перед тем, как поехать на фестиваль «Ред Сквер», записать интервью с Дмитрием Кузьминым у нас в студии телеканала «Оствест». — Добрый вечер, Дмитрий. — Дмитрий, добрый вечер. И сразу спрошу, партия у вас называется «Любовь», по-русски «Любовь». Кого вы призываете любить? — Добрый вечер, Морис, добрый вечер, Марфа, добрый вечер, дорогие телезрители. Мы призываем любить всех, любить нашу планету, любить единую Европу, любить нашу Германию, любить всех. — Даже любить тех, кто нас не любит? — Да, независимо ни от национального происхождения, независимо от религиозных убеждений, независимо от политических убеждений. Наша партия создана для того, чтобы любить всех, и мы приглашаем всем вместе с нами принять участие в созидании единого будущего Германии, будущего Европы. — Честно говоря, моё впечатление, что это идёт из Библии, нет? — У вас тоже мотивированы ваши веры или откуда это? — Наша партия имеет членов, независимо, я ещё раз повторю, от языка, от национального происхождения, от вероисповедания, и атеисты и так далее. Мы приглашаем всех к нам. — На сайте вашей партии, я видела у вас списки членов партии, там в основном славянские фамилии, так скажем. — Есть одна грузинская. — Нет, у нас члены партии — это и австрийцы, это и немцы, и французы, и испанцы. И буквально сегодня мы едем открывать филиал нашей общей европейской партии. Сегодня я лечу в Ригу, где, в общем-то, многие люди хотят открывать филиалы нашей партии. У нас партия общей европейская. — А сколько членов вашей партии? — В Германии на сегодняшний день у нас около ста членов. Мы небольшая партия, мы зарегистрировались только в прошлом году. Но заявления, уже более 300 заявлений есть, которые мы будем рассматривать. Ну, наверное, уже после выборов, потому что нет времени. — А рабочий язык у вас какой? — Рабочий язык у нас... Мой язык русский, рабочий, потому что я родился в СССР, я родился в городе Старопы, на юге России. Да, это мой родной язык. Я много лет жил во Франции. Членов нашей партии, все европейские языки, и литовский, и латышский, и чешский, и греческий, и немецкий. — Но с итальянцами вы как общаетесь сейчас? — Пока у нас филианов нет в Италии. Мы молодая партия. — По-немецки вы говорите? — Я не говорю, говорят другие члены нашей партии. — А как вы оказались во Франции? Вы сказали, вы там жили несколько лет. — Да, во Франции я являюсь политическим беженцем из России, и во Францию я приехал в 2007 году. — А по какой причине? — По причине уголовного преследования за мою политическую деятельность в России. — А вы в какой партии были в России? — Я был независимым кандидатом, я был депутатом, я был другом мистром, я был членом Всемирного совета мэров, я был вице-президентом Комитета по культуре Совета Европы. Я много-много чем был, у меня опыт большой политической деятельности. — И кто вас преследовал? — Я преследовал власти России. — За что? — За то, что побеждали мы на всех выборах правящую партию «Единая Россия». — В Старопольском крае? — В Старопольском крае, в России, в Краснодаре, в Нижнем Новгороде, везде. — А мы это кто? — Я, мы единомышленники. — А как вы назывались тогда? — Я был независимым кандидатом, я был независимым мэром. В 2007 году я возглавлял партию «Единая Россия». И после того, когда в Старопольском крае партия «Единая Россия» получила 80% мандатов, начались преследования. — Понятно. А вот вы 10 лет прожили и во Франции, и потом вы сейчас в Десадьорфе живете. Почему вы ждали 10 лет, чтобы потом в 2017 году объявить о создании такой партии «Единая Россия»? — Ну, мы изучали, да, партия «Любовь». Людей, которые живут в Европе и говорят на русском языке, более 15 миллионов. На сегодняшний день это большое количество людей не представлено ни в каких органах власти. На самом деле 15 миллионов – это больше, чем население Чехии, Словакии, Австрии вместе взятых. И сегодня я считаю, что русскоязычное население Европы, которое платит налоги, которое живет, воспитывает детей, строит единую Европу, оно должно быть иметь своих представителей, которым им будет проще общаться. — То есть вы все-таки в основном обращаетесь к русскоговорящим? — Лично я, как бы, я обращаюсь к русскоговорящим, мне так свободнее и проще говорить. Другие вещи на нашей партии – разговаривать на других языках свободно, лучше. И наша партия, она не только русскоязычная, она обетняет, еще раз повторю, независимо от языков, расповедания и так далее. — Я все-таки не поняла, вот я пролистала вашу страницу в Фейсбуке, кстати, у вас какое-то невероятное число подписчиков, там четыре с лишним миллионов, я так понимаю, там не только европейцы. — Да, да. — А вообще как так получилось, что у вас четыре миллиона подписчиков на сайте в Фейсбуке? — Ну, видимо, нравится подписчикам то, что мы в Фейсбуке пишем. — Вот, вот, и у меня вопрос как раз насчет того, что вы пишете, потому что из того, что вы пишете, я не вижу какой-то вот такой вот традиционной программы партии. То есть там был пост, например, с поздравлением английской королевы с днем рождения, или там каких-то с Новым годом поздравляете, с 8 марта, какие-то звезд, певиц поздравляете тоже с днем рождения. В общем, сплашный позитив, да, конечно. — Политического контента нет. — Да, и это и нужно, на мой взгляд, людям всем нужна любовь и нужен позитив. Я бы хотел, и сегодняшние технологии позволяют это, чтобы не только политики определяли планы, и выставляли их, и разрешали людям голосовать за эту программу, не за эту программу. Мое личное убеждение, что люди должны писать программу, должны ставить политикам задачи, они должны доносить до политиков свое видение, как хотят жить немцы, как хотят жить европейцы. И политики должны эту волю исполнять. Я поэтому призываю всех писать все свои предложения. Мы нуждаемся в предложениях каждого гражданина. В Германии каждого гражданина Европы. Нам нужно знать, что политики должны делать для вас. — Но пока что для выдвижения вашей партии на выборах вам нужны 4 тысячи подписей граждан с территории Евросоюза. Вы написали это на сайте. Вы получили эти 4 тысячи подписей? — Да, мы получили более 20 тысяч подписей. Часть из них не прошла проверку. Люди ошибались. Указали, может быть, адрес не там, где они проживают фактически, не там, где они прописаны. Около 10 тысяч. В общем-то, у нас они были не совсем пригодны. 7 тысяч, которые... Около 7 тысяч были заверены, прошли проверку в Радхаусе, получили подтверждение. Мы сдали бундесволятору и зарегистрированы были. — То есть вы точно будете в списке? — Уже в списке номер 30. Голосуйте за партию Либа номер 30. — А кто у вас главный кандидат от партии? Вы? — Главный кандидат от партии у нас в Германии Сергей Самаджиди. Он сейчас занимается... Я являюсь в фордицидном партии, либо в Германии. — Но вы не баллотируетесь. — Я не баллотируюсь. — А можно еще чуть больше информации именно о вас? Потому что на сайте ее нет, и, в общем-то, в интернете тоже ее нет. Вы вообще последние 10 лет или 12 лет с тех пор, как вы переехали из России, чем занимались? — Я жил во Франции. Я много занимал судебные процессы по поводу реабилитации моего честного имени. Это было много. Я изучал законодательство Европы, потому что я профессиональный и юрист, и законодатель. — А почему вот у вас... Мне дает покой этот вопрос с миллионами подписчиков в Фейсбуке. Вот у вас 4 миллиона подписчиков и всего 100 членов партии по Германии. Почему вы как-то вот этих подписчиков не... — Какой-то парадокс. — Насколько я помню сейчас, у нас около 800 тысяч — это французский язык, это Франция, да? Это около миллиона — английский язык, насколько я помню. — Вы имеете в Фейсбуке? — В Фейсбуке, да, подписчиков. И, по-моему, немецкий около 200 тысяч, я не помню. Я точно не буду говорить. — А почему так мало из них стали членами партии? — Мы не успели развернуться. Мы просто не успели развернуться, потому что мы молодая партия. Нужно было пройти процедуру создания общеевропейской партии во Франции. Потом пошли мы открывать филиал. Открыли в Австрии. Следующий филиал мы открыли в Германии. И сейчас в том числе идет выборная кампания. Я вот сегодня лечу в Ригу, еще раз я говорю. Для того, чтобы открывать филиалы нашей партии, чтобы они были в каждой стране Евросоюза представлены. — А все-таки для создания партии нужны средства. Откуда они у вас? — Средства, как раз, членов нашей партии. Они не очень большие, но их хватает. — Правда, они платят взносы? — Платят взносы, да. Все члены нашей партии около 2-3 тысяч мы перечисляли. Это очень мало, поэтому мы не можем представить, допустим, как крупные партии, которые имеют огромных спонсоров, там, ЦДУ, СПД и так далее. Они там более 70 лет правят Германией, как бы, да, и у нас нет таких средств, поэтому не видно наши плакаты, да, вот, я сейчас ехал к вам, там, вот, ЦДУ, так вот все, все аллеи заклеят и так далее. У них есть огромный бюджет, они могут их потратить. Мы молодая партия, нам не 80 лет, как бы, да, и поэтому это первые выборы. — Вы молодая партия, но опытный политик. Как вы сказали, и мэром Ставрополь были, и депутатом. Вот вы, предположим, вы сейчас попадаете в Европарламент. Миграционный кризис — вопрос, который поссорил, можно сказать, всю Европу в последний год, и самый острый вопрос, который стоит в Европарламенте. Какое у вас решение? — Ну, решение, в первую очередь, Европа, Единая Европа, это мощное государство, мощная экономика Германии, обладающая колоссальными средствами, экономика, которая, в общем-то, там, завидует весь мир, да, должны уставить условия для того, чтобы, в первую очередь, создавать условия в тех странах, чтобы этой миграции не было, да. должны им из Европы выделять средства, выделять политические инструменты для того, чтобы люди, которые вынуждены бежать, да, из своих стран, где идет война, гасить эту войну, создавать условия для того, чтобы каждый человек мог пригодиться в своей стране у себя дома. — Я вас понял. А вы говорите, любите всех, в том числе и каких-то террористов, которые совершают теракты в Германии? — Нет, ни в коем случае нет, ни в коем случае. А всем врагам единства Германии, врагам нашего образа жизни, да, наших ценностей европейских, мы будем давать жесткий ответ. Мы не позволим ни террористам, ни другим людям, которые чужды наши ценности, приехать в наш дом Европы, в наш дом Германии и мешать нам жить. — То есть любить не всех? — Нет, не позволим мешать. Мы будем отстаивать свою любовь, отстаивать свои ценности, отстаивать наш образ жизни, к которому мы привыкли, и не позволить никому его нарушать и тем более пугать. — Ну, кстати, в миграционном, вот по поводу того, что вы сказали, по поводу миграционного вопроса, по-моему, Морец — это довольно похожая позиция на АДГ, которые тоже говорят, что надо решить все проблемы на местах, и вообще там в Сирии уже все восстанавливается, экономика восстанавливается, и главное — создать для мигрантов нормальные условия жизни народа. Вот они уже приехали, я все-таки не до конца поняла вас. Что делать с миллионом мигрантов, которые приехали вот в 15-16 годах? — Ну, насколько у меня статистика, у нас там АФД пугает о том, что приехали десятки миллионов и так далее. Насколько я помню статистику, в общем-то, Европа в период 16-17 годов приехала около миллиона. — Я и сказала миллион, да. — Да, миллион, то есть во всю Европу. — Ну, если взять всю Европу. — Да, во всю Европу, да. Это большое количество людей. Их нужно ассимилировать, нужно адаптировать, нужно помогать им учить немецкий язык, для того, чтобы они становились полноправными членами общества. Но в этом плане мы должны четко спрашивать наших правоохранительных органов, чтобы проводили, чтобы никто под личиной беженца, человека, который там волей судей был выгнан со своей территории, не проходили те самые вот террористы. — Дмитрий, вы говорите, что их нужно ассимилировать или адаптировать, чтобы они учили язык. А почему вы не бы учили немецкий язык? — Я живу в Германии только с 1 октября. До этого я жил много лет во Франции. Я стараюсь учить немецкий язык, и я буду его учить. — А французский вы знаете? — Французский достаточно знаю. Я не владею в той мере, как я владею русским языком. Да, в этом плане сложности существует, но я выучил. — То есть к следующим выборам в Германии вы выучите немецкий язык? — Я надеюсь. — Обещание. — Я буду стараться. — Большое спасибо. — Спасибо, Дмитрий. — Спасибо всего вам доброго. — На фестивале Red Square, Красная площадь, все выходные будет кипеть жизнь. — Мы вас сюда приглашаем, естественно. — Конечно. Мы на этом с вами прощаемся и увидимся или здесь на фестивале, или через неделю. — Уже в нашей студии телеканала «Оствест». Всего доброго. Пишите нам комментарии в фейсбуке, в ютюбе и хороших вам выходных на фестивале Red Square. — Auf Wiedersehen.